Блин, твою суку! Вылазь, Эльдар! Да вылазь, блядь! Пиздец! Ебать! Пиздец! Пиздец! Что это? Фон какой-то поставили, да, они, конечно, не работающие. Алло, здравствуйте. Что там такой шум такой был? Здрасьте, кто вы? Здравствуйте, это компания МКК «Страна Экспресс», служба заскания задолженности. Меня зовут Чистоцких Валентина Игоревна, разговоры в записи. Дарья Александровна, вам знакома? Да, кона, собственно, Чистоцких. Что там шум у вас такой был? Я думаю, какое такое? Как будто трамвай едет какой-то. А вы знаете данную женщину, да или нет? Что это значит «данную»? Что это значит «данную»? Что это значит «данную»? Всего доброго, до свидания, мужчина. Пока, 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 женщина. Сумасшедшая женщина. Алло, здравствуйте. Привет. Меня зовут Фролова Насачья Валерьевна, звонок из Судкомбанка. Иван Павлович, я с вами говорю. Пытайся, Фролова. Что? Пытайся поговорить, не говоришь еще. Вы Иван Павлович или нет? Да, это я. Звонок вам поступает из Судебного отдела по денежному кредиту с Сумбанка, где есть договор в просрочке. Сумма долга у вас в 15 050 рублей, до 17 сентября необходимо погасить. В какой из этих дней поступит платеж? Слушай, Фролова, ну ты же знаешь, что никакого там судебного, досудебного дела не существует. И не только в твоем банке, вообще ни в каком. Существует колл-центр. Ты простой оператор. Да нет. Да-да, да-да. Нет, сейчас вам не с колл-центра звонят. Вам звонят в Дух Судебного отдела. Да ну, блядь, ну у тебя образование какое, чтобы ты работала в таком отделе. А вам какая разница, Иван Павлович? Один ебет, другой драснется, вот какая разница, блядь. Тебя отпидорасить или отхуесосить, блядь? Стоит два стула. На одном. Отпидорасить. На другом. Отхуесосить. На какой сядешь? И банушка, блядь, необразованная, блядь. Да нахуя мне с тобой разговаривать, объясни сама себе. Да я-то как раз образованная, в отличие от вас. Вы не умеете разговаривать людей. Ну и что? Ну хорошо, мы с тобой вместе. Людей я не слышу. Вы только на всехах умеете общаться. Чё? Вашего воспитания. Ты чё, обиделась, что ли? Это же работа твоя. Чего ты сюда звонишь тогда, раз ты не готова к такой реакции, а? Иван Павлович, когда оплата поступит? Да иди на нахуй, блядь. Какого числа поступит? А ее нахуй послали, а она думает что-то не то, да, блядь. Я что-то типа ошибся, да? Тебе адрес непонятен, что ли? А я вас не понимаю. Ну тогда займись самообразованием, блядь. Научитесь разговаривать. Без тебя обойдусь, без твоих ебанутых советов, блядь. Что мне делать и как дальше жить, блядь. Иди нахуй, адрес понятен? Любопытно, блядь. А у вас аргументов больше нет? Вам сказать нечего, что ли? А у тебя есть аргументы? Тебе четко сказали, что делать в ближайшее время? Какие еще аргументы, блядь? Мне эти слова не знакомы, блядь. С вами продолжать в таком тоне разговаривать? Конечно, ты не будешь, не умеешь, не знаешь, как это делать. Сольешься, это называется. Неожиданно. Адрес фактического проживания называйте. Туда же иди, блядь. Тебе что, адрес был непонятен? Тебе четко конкретно улица, дом. Адрес фактического проживания называйте? На деревню дедушки. Знаешь, как раньше писали Ленину просто. Ленину писали. Сан Павлович, всего доброго. Так вот я тебя нахуй посылаю, блядь. То же самое, блядь. Это имя нарицательное, блядь. Как к Ленину письма шли, так и выйдите нахуй. День добрый. Алло, день добрый. Леонид Валерьевич, походу. Кто это? Алло. С кем разговариваешь? Леонид Валерьевич. Леонид Валерьевич. Еще раз, кто это? Фамилия, имя, отчество. Ты хуй луша. Левский Иван Сергеевич. Фамилию поотчетливее можно? Леонид Валерьевич. Погромче еще, ко всему прочему. Да нет, уже нельзя. А что случилось? Стесняемся? Свобственной фамилии? Представили, что я несколько раз. Да непонятно, блядь. То, как-то картава, то, блядь, еле-еле шепотом. Нормально сказать можно о своей фамилии? Все-таки родители мне дали эту фамилию. Гордиться этим надо, а не скрывать ее. Ну, правда. Вот здесь меня прям персонально возмущает это. Ответ-то простой. Просто обламываются. Принадлежность. Приветствую вас. Разговор будет записан. Приветствую я вас. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Компания WebZime. Ага. РК Академическая. Меня зовут Кошелин Никита Евгеньевич. Наш сам медилог на записи. Скажите, вам знакомого? Маленька Искандеровна. Кошелин или Кошерин? Кошелин или Кошерин? Кошелин или Кошерин. Побежал. Еще один стесняющийся собственной фамилией. Алло. Алло. Кто это? Здравствуйте. С компанией МК Каджет Мани Микрофинанс. Бренд Вивус.ру. Звонок поступает. Бабышев Евгений Викторович. Изговор записывается. Алексей Анатолий Вечерин. Верно. Вивус у вас задолженность по займу имеется. Оплачивать намеренно ее? Нет. Какую вещь не отказываетесь? Не думал над этим вопросом. Зачем мне эта причина? Мне причина меньше всего интереса. Просто не хочу и все. Без объяснения причины. В случае уступки прав требования уведомят. Всего доброго. Пока. Не расстраивайся. Приветствуем вас. Приветствую я вас. Разговор будет записан. Хорошо. Как уж и быть. Алло. Алло. Приветствую я вас. До свидания тут же. Милое создание. Алло. Мне такое ощущение иногда кажется что им надо сразу дрожащим голосом отвечать. Тогда они будут продолжать разговор. Ваш долг продан. Вы можете союзаться с нами по телефону которого мы вам позвоним. чтобы получить информацию о новом кредитах. Ваш долг продан блять. Картошку что ли продаете блять. Продан блять. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Алло. Звонок по этому цивком банка. А. А. Алло. Вас плохо слышно. Перезвонил вам. Не. Нормально. Нормально. Не бойтесь. Плохо слышно. Ага. Как то же надо работодателю своему сказать что меня уже этим голосом послали нахер. Мне второй раз не охота. Вас плохо слышно. Хорошо слышно. Я же вижу. Вова. Эй это ты не помнишь какую надо пропойку давать двухнедельным бролерам. Я бумажечку потеряла блин не помню. Литра четыре пять. Пятнадцать. Ээээ. Не. Пропойку я какую не помню. Какую надо. Стоп. Кокцит или нет. Четыре пять пятнадцатом. Четыре пять десять пятого. От размера. А это что такое четыре пять я не пойму. Ну литра. Да литра то да 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 да. Пятилитровая у меня это как ее поилка. Ну и давай четыре пять пятнадцать там в зависимости от величины клюва. Ну чтобы могли до дна допить. Ага. Ага. Поняла. Так а какую пропойку им давать сейчас? Ну йод и соды. Туда накидай. Ладно. А чтоб как тут не надо. Что делать? Чтоб как тут не надо. Можно можно не помешает. И волосы волосы как я говорил обстричь волосы и подсыпать. Подпалить их надо немножко. Подпалить. Вы куда звоните? Вова Прошкина. Да. В юридическую организацию позвонили. А так у меня высветилось Вова Прошкина. Ну Вова Прошкина смску ему сначала отправьте, а потом он вам сам перезвонит. Запланированы визиты по адресам заемщиков ООО МФК МИКредит 8 800 143 50 по вашему. Запланированы, но не реализуемые никогда. Друзья, если к вам запланировали и реализовали этот выезд, то пожалуйста снимайте этих выездников на камеру и присылайте нам. И получится знаете что? Посмотрите плейлист видео с коллекторами в правом верхнем углу. Видеотрансляция сейчас выходит. Вот посмотрите и присылайте нам и ничего не бойтесь. Алло. 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 Да да да. Серег, а ты работаешь не? Конечно. А? Конечно работаю. А где ты? В офисе у себя. А? В офисе у себя. А, я понял. Ладно давай. Наш звонок очень важен для вас. Пожалуйста дождитесь ответа. Наш звонок очень важен для вас. Наоборот может быть. Наш звонок очень важен для вас. Пожалуйста дождитесь ответа. Дождитесь ответа. Наш звонок не так он важен. Как выясняется. Алло. Алло. Кто это? Здравствуйте. Меня зовут Олег Евгеньевич Фоминных. Компания Сибирское коллекторское агентство. Разговор записывается. Как зовут вас, простите, фамилию не расслышал. Фоминных Олег Евгеньевич. Представляем агентство финансовых решений по агентскому договору. Вам Ольга Александровна. Здорово. Конечно. Могли вы передать информацию, чтобы она нам перезвонила? А кто вы такие, чтобы она вам перезвонила? Первое слышу о таких. Вы можете передать, нет? Кого? Какая информация? Что за информация? Можете передать информацию? Что просто, чтобы она перезвонила? Выкладывайте. Это не информация, это просьба перезвонить Фоминных. До свидания. Всего доброго. Давай. Алло. А, да, да. Алло. Здравствуйте. Совкомбанк Игнатенко Александр Евгеньевич. Мое имя? Могу со Светлана Михайловна побеседовать? Сейчас, секунду. Так. Да, есть такая. Клиент наш. Наша компания. Извиняюсь, а ваша компания такая? Нет. Человек, которого вы хотите услышать, является клиентом компании АЛЯМ. Это правозащитная организация. Она к нам обратилась. Ну вот, ваша компания. Ага. По поводу чего? Банкротства? Совершенно верно. Ага. Можете ей передать, чтобы позвонила в Совкомбанк к нам? Если вы мне потрудитесь сообщить, для чего ей это делать, причины очевидные, тогда вполне возможно… Ну, с ней побеседовать. Это не причина, это желание ваше. Хотелка, выражаясь по-другому. Она, я так понимаю, переадресацию на вас поставила, да? Вы совершенно верно понимаете. То есть, не передадите ей информацию? Вы же все понимаете. А зачем? Ну, объясните мне, для чего. Возьмите просто, включите мозги, вернитесь от скрипта своего, просто попытайтесь мне объяснить. И себе заодно, для чего ей вам перезванивать. Вот человек принял решение. Я понимаю, что это общие фразы, вы их эксплуатируете. А что мы против этого решения? О чем побеседовать, я не пойму. Человек принял решение. Я вам сообщу, если вы не знали, на основании 127-го федерального закона, он не имеет права, а обязан обокрутиться. Я не спорю, поэтому... Я и тоже с вами не пытаюсь спорить. Я пытаюсь вам донести информацию, которая действительно важна для вас. Так я не спорю по этому поводу. Достойный в кавычках пост и занялись делом. В общем, вы, видимо, монолог, да? Только привыкли вести. Вполне возможно, в вашем случае это именно так. Потому что с вами диалог вести, ну, это совсем пропащая история. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Звонок из Совкомбанка Лямин Артем Константинович. Максим Александрович Семмерс, говорю вы? Да, со мной вашу фамилию я не раз слышал. Лямин Артем Константинович. По халве у вас имеется недоплата на сумму порядка 2850 рублей. Оплатить нужно до завтра включительно. Оплата поступит? Кому это нужно? Что кому это нужно? Ну, сказали оплатить нужно. Это вам нужно... Нет такой необходимости, не ощущаю. Испытаю. Оплатить нужно вам это в ваших интересах. Вы заблуждаетесь. Заблуждаетесь. У меня нет такой необходимости. Максим Александрович, это требование банка. Вы должны понимать, что банку нужно, чтобы вы оплатили. Вот так будет правильнее звучать. Ни в коем случае не мне нужно. Максим Александрович, до завтра оплата поступит от вас? Да нет, конечно, мне же это не нужно. Когда оплата от вас поступит? Не поступит оплата от меня никогда. Вы должны понимать, что на ежедневной стране начисляются штрафы согласно 353-му федеральному закону. У вас есть лишние деньги, чтобы переплачивать? Я же сказал, оплата не поступит. Какая разница, сколько там начисляться? Мне все равно. Платить я не буду нисколько. В добровольном порядке. В добровольном порядке отказывайтесь от своих обязательств. Сам процесс отказывания, конечно, в общем-то в добровольном порядке. Или можно под давлением отказаться? Максим Александрович, о негативных последствиях я вам сказал так же еще раз. Нет, еще не сказали. Это вот начисление каких-то там условных процентов? Подслушайте, я вам... Давайте, давайте. Если вы не будете перебивать, я вам скажу, штраф он начисляет согласно 353-му федеральному закону. А так же ваш долг может перейти в отдел взыскания с негативной пометкой. В дальнейшем с вами свяжется. До свидания. Это все, что ли? Фу, ерунда какая. А есть люди, которые этого боятся. Потому что люди не пользуются собственным мозгом. Они считают, что за них уже все подумали, приняли решения. И готовы идти по жизни, исполняя чужие решения и чужие хотелки. Ну, это, так скажем, не очень комфортно. И сами люди это понимают. Но почему-то ничего не делают с этим. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, я Анна Сергеевна. Звоню, правильная попала? А вы кто, простите, такая? Алло. Вы кто такая? Я из банка звоню. Ага. И что у вас случилось в банке в вашем? У нас ничего. А у Анны Сергеевны случилось. Мне с ней надо переговорить. Это Елена. Она меня знает. Я ее менеджер личный. А из какого банка? Вы простите, пожалуйста, но это конфиденциальная информация. Я же на ее личный номер позвонила. Мне нужно с ней переговорить. Банк это публичная организация. Никакой конфиденциальности здесь быть не может. Вся информация о банках должна быть. Но я не имею права. Имеете, имеете права. Вы не имеете права сообщать об отношениях человека с банком. Нет. О принадлежности вас к какому-то банку вы обязаны сообщить при совершении коммуникации. Скажите, пожалуйста, вы разговариваете по ее телефону. Кем вы ей приходите? Все сим-карты в нашей семье оформлены на меня. В том числе и те сим-карты, которыми она пользуется. Это не имеет для вас никакого значения. Пока вы не представитесь полностью, я вам не буду информацию личного характера выкладывать. Меня зовут... Меня зовут... Хорошо. Я являюсь менеджером Анны Сергеевны. Компания «Хорошие деньги». А где тут каким боком банк? Ну, а почему не банк? Слишком пафос микрофинансовую организацию называть банком. Банк – это отдельный субъект юридического права. Они отдельные, а совершенно... Микрофинансовая компания. Я же не с улицы звоню. Это практически еще даже хуже. Микрофинансовые организации неуважаемые в нашей стране структуры. И далеко не банки. Если банк – это как структура, в принципе, полезное обществу. А микрофинансовые организации... Такие же люди работают. Нет, не такие же. Такие же люди работают. Там работают ростовщики, поицаемые во все времена существования прогрессивного человечества. Ну, очень жаль, что вы меня оскорбляете ни за что. Я вас не оскорбляю, я констатирую факт. Вы обычный пособник ростовщиков. Это не оскорбление, а констатация факта. Я вас не назвал каким-нибудь цензурным термином. Обычная должность, обычная работа, поэтому... А знаете, как в народе говорят, у кого что болит, тот о том и говорит. Если вы оскорбились, то это действительно я в точку, в болевую попал. Скажите, пожалуйста, если вы ее супруг, подскажите, где Анна Сергеевна? Как мне с ней переговорить можно? Почему вы взяли, что я ее супруг? Ну, если не супруг, я не знаю, кем бы вы ей не приходились. А зачем ей с вами разговаривать? Я так подозреваю, что вы решили, что она вам что-то должна. Ну, у нее реально есть задолженность, поэтому и нужно обсудить, почему она возникла. У нас нет доказательств. Я даже беспокоюсь, что она на связи. Да вы, наверное, недавно работаете. Вот эти все ваши конторки, вот эти микрофинансовые организации, люди все чаще и чаще просто, извиняюсь за сленг, опрокидывают через коленку. Я не удивлюсь, если и она это умышленно хочет сделать. А вы сейчас... Ну, я не думаю, человек уже практически полгода платит всегда в графике. Знаете, лучше поздно, чем никогда поумнеть. Лучше поздно, чем никогда. Вполне возможно, она решила, а может, хватит. Нашла где-то информацию очень полезную. Ну, я так о ней не думаю. А вы зря это делаете. Потому что я с ней общалась, очень порядочный человек. Она... Стоп, секунду. Порядочность здесь ни при чем. Здесь благоразумие и включенные мозги, в первую очередь, в приоритете стоят. Скажите, пожалуйста, вы представите, с кем вы приходите, Анна Сергеевна? Не имею желание. Ни кем для вас. Это знание вам ничего не добавит. Это знание вам ничего не добавит. А я уже сказал то, что хотел сказать. Недавно работает. Сто процентов. Вот совсем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок